Для меня большая радость и привилегия быть сегодня вместе с вами. Особенно радостно, что за три недели первый раз проповедую без переводчика, поэтому, если увлекусь русской речью, вы меня, пастор, останавливаете. Со мной, да, дочь Анна, она путешествовала вместе со мной, переводила меня в церквях, служила вместе со мной. И, слава Богу, что дети растут и могут служить вместе с нами. Как сказали, да, мы из Санкт-Петербурга, последние 10 лет там трудимся. До этого мы с супругой Валерией служили в Пермском крае и в Перми, в служении пастора-миссионера, 21 год мы находимся с Валерией. У нас пятеро детей, вот старшая дочь со мной и четыре сына. То есть это вот так, коротко, если о нас. Я бы хотел сегодня поделиться с вами Божьим Словом, которое легло на мое сердце. И я считаю, что нам время от времени нужно снова и снова возвращать себя к пониманию, «А что есть Божье Слово для меня?» И как Божье Слово действует в моей жизни? И действует ли Божье Слово в моей жизни? Потому что иногда те чувствования, которые в нас есть, не всегда подсказывают нам, что оно действует. Иногда нам кажется, что оно бездействует. Или иногда нам даже кажется, что оно действует вопреки нам. Я хотел бы сегодня остановиться на размышлении над Божьим Словом. В Псалме 118, 105 стихе, там Давид говорит о Божьем Слове, что «Слово Твое светильник, ноге моей свет, стезе моей». Знаете, Божье Слово, оно несет в себе не только информацию, в Него вплетена структура света, то есть в Нем есть власть. Вы знаете, что свет имеет власть, он имеет власть над тьмой. Если здесь выключить свет, здесь будет темно, но ровно до того момента, пока не включишь свет. Свет не будет бороться с тьмой, он не будет зажигаться постепенно и как-то постепенно прогонять тьму. Когда зажгется свет, тьмы не станет, будет светло. Божье Слово есть свет. И когда оно приходит в какие-то области нашей жизни, где сегодня есть темнота, там становится все очевидным. И вопрос не в том, почему сегодня темно. Вопрос в том, почему сегодня не светло. Если Христос все сделал для того, чтобы было светло, значит нам нужно все, что нужно от Господа, это Его Слово, которое просвещает нас. Наверное, не напрасно, когда Бог творил землю, первое, что Он сотворил, Своим Словом сказал, да будет свет, и стал свет. Аминь. Божье Слово, входя в нашу жизнь, оно приносит с собой удивительный свет, разрушая всякую тьму. Если бы мы все видели и все понимали, часто мы смотрим, как написано, как сквозь тусклое стекло. Не все очевидно для нас, не все нам понятно. И иногда Божье Слово начинает действовать, а Его действия нам тоже бывают не всегда понятны и очевидны сразу. Нам нужно иногда время или кто-то, кто поможет нам вникнуть и понять, а что же Бог делает сегодня в моей жизни. На самом ли деле сегодня так темно? Или, может быть, я перестал замечать этот свет? Я хочу прочитать две истории из Нового Завета, достаточно длинные истории, просто напомнить вам, и потом поразмышлять, поговорить об этих историях. Евангелие Луки, 7 глава, с 1 стиха история о сотнике и его больном слуге. Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, пошел в Капернаум, у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его, убедительно говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома сотника, от дома сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет. И другому, приди, и приходи, и слуге моему сделай то, и делает. Услышав это, Иисус удивился ему, и обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Аминь. И еще одна история, которую я сразу зачитаю, чтобы мы могли потом их держать в своем виде и размышлять. Это «Деяние апостолов». В девятой главе я хочу прочитать о обращении Савла, который впоследствии стал апостолом Павлом. «Деяние апостолов», девятая глава, я прочитаю с первого стиха по одиннадцатый. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующему этому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему, «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что надо надо делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил. И в Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему Анания. Он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в Иудином доме торсянина по имени Савла». Он теперь молится. И 17-18 стих. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился». Я хочу взять эти два места, две истории, и сегодня проиллюстрировать три действия Божьего Слова в нашей жизни. Как Божье Слово может действовать в нашей жизни. И первое действие Божье, которое можно отметить в этих историях, да и не только в этих историях, это свет, который определяет дистанцию. Слово, которое имеет власть определить твою дистанцию к Богу. Когда у сотника случилась проблема, мы читаем, что он не был плохим человеком. Он был оккупантом в Израиле. Он был более, по-человечески, больше имел власти и влияния. Но при этом он был добрый человек. Он проникся иудейской культурой. Он построил даже им синагогу. И старейшины израильского народа свидетельствовали о нем, что он человек достаточно благочестивый. То есть он не бьет, не требует, не занимается коррупцией. Но когда у него случилась проблема, его один из, может быть, лучших слуг заболел, ему нужна была помощь Господа, он вдруг осознал, что он сам прийти к Господу не может. Между ним и этим иудейским раввином, которого звали Иисус, была какая-то дистанция, и ему нужно было обращаться через старейшин, через священников, чтобы Иисус услышал его. Если мы берем Павла, который тогда еще был Саввел, человек, который жестко гнал церковь, жестоко гнал, был свидетелем убийства первого мученика Стефана, дьякона, и был свидетелем этого убийства. И вот он идет разъяренный и в своей правоте утвержденный, желая гнать, продолжать братьев и сестер, но Господь встречается, и там написано, свет с неба осиял его. И вдруг этот свет проявил в нем тьму. Он ослеп, он перестал видеть, он осознал, что его устремление жизни, его правота на самом деле не было светом, как ему казалось, а она была абсолютной тьмой. Божье Слово, его действие, оно подобно закону. Оно говорит, оно определяет дистанцию, оно говорит о невозможности иногда нам в таком состоянии приблизиться к Нему. И нам нужен или кто-то, как написано, исповедуйте друг другу грехи свои, аминь. Нам время от времени нужен кто-то, кто бы приблизился вместе с нами к Богу и молился бы вместе с нами, потому что Его Слово проявило в нас, как бы какой-то, вроде бы неплохой ты человек, вроде бы и живешь ты достаточно благочестиво, и, возможно, и в церковь жертвуешь, и не делаешь, как вот этот сотник, каких-то таких дел беззаконных. Но когда случается какая-то проблема, какая-то нужда приходит к тебе, ты вдруг понимаешь, самостоятельно ты не можешь приблизиться. И иногда кто-то не понимает этого действия Божьего Слова. На самом деле мы нужны друг другу. Нам нужно доброе свидетельство рядом с нами. Нам нужны братья и сестры, которые вместе с нами придут к Господу и скажут, послушай, это человек, которому необходимо помочь. Они начнут молиться Отцу во имя Господа Иисуса Христа вместе с тобой, а ты, открывая свое сердце, будешь получать исцеление, благодать и силу Божью. Когда Саввел, это более такой яркий пример, ощутил тьму, представьте, человек идет, видит. Вот встреча с Господом, кажется же, она должна принести прозрение. А встреча Господа с Саввелом принесла ему ослепление. Но на самом деле он не ослепил Господь его, а Господь проявил тьму внутри него. Он показал ему истинное состояние его духа, истинное состояние его сердца. Он показал ему, что то, та правота, та жажда справедливости, которая, как ему казалось, ведь он дальше свидетельствует о себе, я фарисей из фарисеев, я ревнитель отеческих традиций, он свидетельствует о себе, как об очень благочестивом человеке, дальше в посланиях. Но когда я встретился со Христом, я вдруг осознал, я вдруг понял, если есть свет, то этот свет тогда не был во мне. Христос говорит в Евангелии, смотри, какой свет в тебе, не является ли свет, который в тебе тьмой, аминь. Когда мы встречаемся с Божьим Словом, и Божье Слово может быть на проповеди, в общении, оно начинает проявлять в тебе тьму, нас иногда это пугает, нас это останавливает, нам кажется, это неправильно, так не должно быть. Господь, проговори ко мне по-другому, я хочу видеть, почему я не вижу. Саввел, который встретился со Христом, он не мог идти дальше самостоятельно. Знаете, что ему было нужно? Чтобы те люди, которые были с ним, они взяли его за руку и повели его туда, куда он направлялся. Божье Слово начинает действовать иногда в нашей жизни с такой властью, с такой силой, определяя нашу дистанцию, и нам этого не нужно бояться, нам нужно позволить Богу искренно и честно разговаривать с нами. Нам не нужно быть в обольщении. И если в нас есть тьма, пусть Божий Свет на этой земле лучше просветит нас и явит нам эту тьму, нежели когда мы оставим этот жизненный путь и встретимся там с ним, как он есть, осознаем, что годы жизни мы проводили в темноте. Милость и великая Божья любовь в том, что он взял Саввла, гонителя церкви, он вывел его из этого обольщения, искренного, абсолютно обольщения, когда он гнал церковь Христову. Действие Слова Божьего, о котором я еще бы хотел поговорить, оно действует в нашей жизни как истина. Когда в дальнейшем сотник попросил старейшин, они пришли к Иисусу, и Иисус был достаточно любящ, чтобы пойти к этому оккупанту домой и помочь его слуге исцелить. То есть старейшины убедили его, и он пошел. Знаете, в этом такой прекрасный образ жизни Божьей с нами, когда мы сами даже не можем приблизиться к нему в грешном своем состоянии, он начинает приближаться. Кто-то ходатайствует, может, ты ходатайствуешь за свою семью, не останавливайся. Часто кто-то не может сам приблизиться, сидит где-то у себя в квартире, в доме или где-то на работе, ощущает тьму внутри себя и кажется, я не могу прийти к Богу. Может быть, вы не слышали никогда, когда разговариваете, проповедуете другим людям, они говорят, я не могу прийти в церковь, потому что я слишком грешный, чтобы прийти в церковь. Человек, ощущая грех внутри себя, он стыдится прийти в присутствие Божье, но когда мы ходатайствуем за таких людей, Иисус, написано, Он отозвался, и Он пошел к Нему. Слово Божье начало действовать первое, и оно начало приближаться. И вот когда Христос, написано, приблизился уже, Он уже был достаточно близко к дому этого сотника, что-то в это время проходило в сердце сотника, что-то случилось с Ним, Он ведь добился Своего, через Свои связи, через Свои пожертвования, через Свою благотворительность, Он же добился Своему. Ну, Иисус идет к Нему в дом. Сейчас все решится, сейчас все закончится, сейчас проблема уйдет. Но когда с мерой приближения Иисуса к Его дому, у Него что-то внутри происходит, и Он берет Своего слугу. Вы знаете, если Вы начальник на работе, и у Вас есть кто-то в подчинении, Вы всегда перед Ним, может быть, стараетесь какой-то статус придерживать. А это были воины. Там очень достаточно такая серьезное подчинение. И когда Он говорит Своему слуге, послушай, тебе сейчас нужно пойти будет вот к тому учителю и сказать ему, что я не достоин, чтобы он вошел в мой дом. Что произошло с тобой, сотник? Ведь все же получается, все работает, все идет. Я верю, что когда Божье Слово, оно начинает сближать эту дистанцию с нами. Когда Божье Слово начинает работать, оно сначала определяет эту дистанцию, но оно само и потом начинает сближаться с тобой, оно начинает убирать шаг за шагом эту дистанцию. И когда Его присутствие начинает приближаться к тебе, Он еще достаточно далеко, а сотник испытывает глубокое богопознание, он испытывает Божий страх, он испытывает трепет, он говорит, «Послушай, Господи, я недостоин, все, что Тебе нужно, это только скажи слово, что с Тобой, сотник, случилось? Откуда у Тебя это?» Вы знаете, я верю, что это Божье Слово, которое работает как истина, которое начинает приближать нас ко Христу, которое начинает действовать в нашем сердце, когда мы понимаем, что Бог может решить все мои проблемы, вот Он приближается ко мне, но вдруг что-то получается больше в твоем разуме, ты говоришь «Он же Господь!» Приходит Богопознание, так как Петр, который припал коленом Иисуса и говорит «Господи, выйди из моей лодки, я человек грешный!» А ведь он получил ответ, обе лодки были полные рыбы, мечта о жизни рыбака исполнилась, но он осознал, что в его лодке кто-то больше, чем просто иудейский раввин. Когда Божье Слово как истина начинает действовать в нашей жизни, так написано в Евангелии 8,32, она делает нас свободными, аллилуйя! Она приносит нам свободу. Сотник стал свободный в этот момент. Истина Божья проработала его сердце. Она как-то изменила его внутренность, его убеждение, его самовосприятие. Он уже не хотел решать проблемы через старейшин. Он уже не готов говорить Иисусу «Ну, ты знаешь, я дом молитвы построил». Он говорит «Ой, Господи, я недостойный человек! Если кто-то есть достойный, это ты в своей любви и милости, обративший на меня взгляд». Однажды Божье Слово, истина, она склонилась над ногами учеников, и она начала мыть эти ноги. Она начала прикасаться ног апостолов. Христос начался прикасаться с тем, что люди обычно прячут. Вы знаете, для наших с вами лиц сейчас свет одинаковый, но для наших ног сейчас свет разный. Мои ноги стоят на сцене, и вы их видите. Я ваших ног, кроме первого ряда, не вижу. Когда мы живем в этой жизни, так часто в нашей жизни есть то, что многие не видят, то, что спрятано от света. Но если Бог начнет свою работу с нами, если Он начнет свое призвание, если Он начнет тебя вытаскивать на платформу своего призвания, ты понимаешь, я не могу туда выйти так, мне нужно что-то сначала сделать с моими ногами, с той тайной жизнью, сокровенной жизнью, которая не очевидна для всех. Приходит некий трепет, понимание, мне нужен Христос, мне нужно Его Слово. Бог, когда начал омывать Христос, когда начал омывать ноги Петру, Петр говорит, ты не умоешь моих ног. Иисус говорит, если я не умою твоих ног, ты не можешь иметь части со мной. Достаточно серьезное заявление. Если я не умою твоих ног, ты не можешь иметь части со мной. О чем говорит Христос? Он говорит о той жизни, которая соприкасается с этим миром. Где-то на твоей работе, где-то внутри твоего дома, где-то в воспитании твоих детей, где-то в твоих взаимоотношениях на улице, где-то, где ты водишь автомобиль, неважно где, где-то, где ты соприкасаешься с этим миром, и Христос, Он хочет своей истиной прикоснуться к твоим ногам и омыть. Потому что, когда Он это делает, знаете, что происходит? Почему Петр сопротивлялся? Потому что у него был трепет. Он понимал, кто Христос и что Он будет сейчас делать. И от этого осознание сердца Петра исполнялось трепетом, поэтому Он отчасти и противился Ему. Но Иисус говорит, если Я этого не сделаю, ты не сможешь быть вместе со мной. Ты не сможешь исполнить то, к чему Я тебя призываю. Послушайте, если Бог призвал нас, не только стоять на этой платформе за кафедрой и проповедовать Божье Слово, если Бог призвал нас быть отцами, матерями, быть верующими, которые несут свет в этот мир, если Бог призвал нас, мы не можем быть по-настоящему им употреблены в этой жизни, если Он, Его истина, не будет соприкасаться с нашими ногами. Если мы не будем испытывать этого трепета, когда Сам Господь через Своё Слово прикасается тех вещей в твоей жизни, которых ты от всех прячешь. Ты не хочешь, чтобы их видели. Они неприятны тебе. И то, что делает Господь, это удивительно. Можно, Дмитрий, тебя попросить? Я тебя знаю. Ко мне подойти вот. Можно сюда зайти? Я хочу проиллюстрировать немножко, чтобы вы больше могли привести для себя прообраз. У Дмитрия ноги чистые, слава Богу. Но что делает истина? Она подготавливает нас, чтобы мы могли выйти на сцену. Она начинает нам полировать всё. Соприкосновение наше с миром. Она начинает оттирать. Она начинает очищать нас. И потом то, что она делает, она не говорит, Дима, возьми теперь и помни об этом, и время от времени возвращайся к этому, что я сделал для тебя. Христос берёт это, убирает это и никогда не возвращает. Ты свободен. Спасибо, Дмитрий. То, что делает Божье Слово истина, она делает нас свободными. И нам не стыдно. Представьте, этот гонитель, Саввл, этот хулитель церкви, этот убийца-человек, потом встаёт перед церковью и говорит, у меня есть Слово Божие. И некоторые смотрят на него и говорят, ты вообще, ты как сюда, ты как здесь оказался вообще, в первых рядах? Откуда у тебя эта смелость? Откуда у тебя это смирение, Павел, что ныне ты апостол Христов, потому что истина Божья поработала с Его ногами? Третье действие Божье, Божьего Слова, которое я бы хотел сегодня показать в этих историях, оно исцеляет. Божье Слово исцеляет. Когда Иисус сказал Слово, служители вернулись, а слуга уже здоровый. Смирение этого сотника, оно произвело благодать, и Божье Слово, подобно благодати, было излито в его дом, и проблема внутри его дома была решена, даже когда Иисус туда ещё не дошёл. Что произошло с Павлом? Он смирился перед Богом. Слепой три дня не ест, не пьёт. Все плотские нужды отошли куда-то на второй план. Он не думает об этом, но при этом он и не ожесточает своё сердце. Он не говорит, Христос, Ты меня ослепил, Ты меня исцели. Он в смирении ожидает Бога, и вот приходит, Господь говорит ему, к Тебе придёт брат и помолится за Тебя. А почему не Ты, Господь? Может быть, Ты сам приди ко мне, возложи руку свою на меня? Сотник смирился перед Богом. Точно так же и Саввел смирился перед Богом. И когда произошло смирение, была излита благодать, было излито исцеление. Саввел был исцелён. И более, он был исполнен Святого Духа. Аллилуйя! Его жизнь была изменена. Представьте, какая метаморфоза, какое преображение. Человек три дня назад с письмами идёт убивать верующих людей в Иисуса Христа. Через три дня поста, слепоты, он получает не только исцеление, он не только глазами начинает видеть, он начинает видеть удивительные Божьи дела. Он говорит, Иисус – это истинный Мессия, это истинно Христос, это истинно Спаситель. Через Него мы на самом деле будем на небесах. Три дня, не год, не три года, не тридцать лет, три дня Его жизнь была абсолютно преображена Божьим Словом. Насколько Божье Слово удивительно. Я хочу прочитать из первой книги Петра 2 главы 9 стих, известное место из Писания. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Аллилуйя! Он призвал нас из тьмы в свой чудный свет, в свет, где есть исцеление, где есть решение, где есть ответы. «Когда я служу как пастор, иногда людям, ты видишь, как Божье Слово начинает действовать в ее жизни, оно начинает определять дистанцию, и человек говорит, нет, так Бог не может действовать. Оно начинает проявлять в нем тьму, но он говорит, нет, так Божье Слово не может действовать. Иногда человек, получая истину, и истина, которая очистила его ноги, омыла, привела его в определенное состояние сердца трепет, а он не смиряется пред Господом, и говорит, нет, это не так должно действовать в моей жизни. Почему какой-то брат теперь за меня должен помолиться? Я хочу напрямую, чтобы Господь это сделал в моей жизни. Если мы поймем, как Божье Слово действует в нашей жизни, мы сможем более быстро достигать его ответов и преобразовывать то общество, в котором мы живем. Если можно со мной, чтобы послужило прославление вместе кто-то. У вас прекрасное, замечательное прославление. Я так наслаждался и утром, и днем на вашем прославлении в присутствии Божьем. Я хочу молиться им сегодня вместе с вами. Я знаю, что Божье Слово живо и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Оно судит помышления и намерения сердечные. И последнее, о чем я хочу сказать, то, что всегда восхищает, восхищает и восхищает меня. Это Евангелие Иоанна, первая глава. В начале было Слово. И Слово было Богом. Все, что начало быть, через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И 14 стих. И Слово стало плотью. Аллилуйя. Послушайте. Весь потенциал творения, когда мы еще не были рождены, когда не было еще созданы пылинки вселенной, когда не были созданы времена, сроки, океаны, моря, звезды, когда еще не было ангелов, херавимов, серуфимов, никого, никакой твари еще не было, тварного ничего. Было Слово. И через Него Слово все начало быть, что начало быть. Вдумайтесь в этом. Поразмышляйте над этим. Слово, через которое все начало быть, что начало быть. Как бы далеко вы не посмотрели в историю назад, все, что начало быть, через Слово начало быть. Как вы далеко не посмотрите в будущее, все, что будет там, через Слово будет там. Но более, что меня восхищает. И весь этот потенциал творения, вся эта величайшая сила, которая создала все, Слово. Слово плотью. Весь этот потенциал творения Бог поместил в крошечное семя, которое через Деву Марию было рождено, преображено на этой земле и явило славу Бога и Отца. Насколько велико благоволение Божье к нам человеком. И то, что сегодня мы уже делали, ныне мы тело Христово и Его Слово, через которое все начало быть, что начало быть ныне в Церкви Его. благовествуется, проповедуется, говорится в домах наших, проповедуется на работах наших, возвещается здесь Слово, через которое все в Твоей жизни началось и завершится и будет. Аллилуйя. Давайте встанем для молитвы и будем какое-то время просто в Его присутствии. Все, что нужно, чтобы было сотворено в моей жизни, пошли Твои Слово. И Его Слово не имеет границ времени. Оно может работать в Твоем будущем. Оно может работать в Твоем настоящем. Послушай внимательно, оно может работать в Твоем прошлом. Оно преобразовывает прошлое. Оно преобразовывает настоящее. Оно дает будущее. Если только Его Слово будет помещено в наш Дух, в нашу плоть, храм Божий, тогда ничего невозможного нету для Церкви Христовы. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Слово Твое. Мы поклоняемся Тебе на этом месте, Отец, за Сына Твоего и Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что мы вошли в Твою славу. У нас нет Своей славы, которую мы можем принести в Церковь. У нас есть Твоя слава, Иисус Христос. Слава от Отца данная Тебе, которая и наполняет тело Христово. Так что мы прославленные славою Твоей можем открытым лицом взирать на небеса, на то место, которое увидел однажды Стефан, благословенного Отца и Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, которого мы и ожидаем и говорим гряди Господи. За церковью Твоей, невестой Твоей, возлюбленной Твоей. И молимся сегодня, Боже, пусть Слово Твое, если нужно, придет как свет в нашу жизнь, чтобы проявить тьму, чтобы проявить то, что пленяет, то, во что мы, может быть, искренне верим, но это не является правдой. Пусть Слово Твое, Господь, сегодня приводит нас в трепет, в богопознание, к страху Божьему, чтобы истина Твоя начала соприкасаться с нашими ногами и омывать их. То, что мы никому не показываем, но мы знаем, если я завтра буду проповедовать Слово, если завтра Бог будет выводить меня на платформу, мне нужно это изменить в жизни и Божье Слово начинает омывать твои ноги, чтобы они были чисты, а ты имел часть с ним. И особенно молю тебя сегодня, Господь, за благодать. Павел сказал, благодатью Божьей, я есть тот, кто есть. Господь, дай нам сегодня исполнится благодати Твоей, чтобы благодать Твоя через церковь излилась на наши сердца, на наши души, на наши дома и исцелила, чтобы мы были исцелены Твоей благодатью. Потому что даже если ты так сильно захочешь любить сильнее, это невозможно. Ты уже доказал свою любовь самой высокой ценой. Выше невозможно. Пусть благодать Твоя сегодня придет на нас. Пусть утешение Твое придет. Пусть помазание Твое придет. Пусть сила Твоей славы и зальется на каждого, кто жаждет сегодня войти в облако Твое, Господь. Войти в присутствие Твое. Пусть у кого-то отпадет чешуя от его духовных глаз. Пусть кто-то сегодня исполнится Духа Святого. Пусть кто-то сегодня в смелости скажет «Я пойду на эту платформу, потому что это не моя смелость, но Христос омыл мои ноги, Он приготовил меня, и я с дерзновением буду возвещать слово истины. Может быть кто-то скажет сегодня Господь «Я не хочу больше хранить эту тьму в себе». Называя это светом, я хочу чтобы сегодня Твой свет если нужно ослепил меня, но чтобы я прозрел тобою. Я не хочу чтобы этот мир открывал мне глаза, я хочу чтобы Ты открывал мне глаза на истину. Благодарим Тебя Господь за Твое присутствие на этом месте. Господь исцеляться в Твоей благодати, преображаться в Твоей благодати. Я молю Тебя за всякого болящего на этом месте. Если боль, немощь в его теле, или может быть в его родном или близком, за которого он ходатайствует и молится, я соглашаюсь сегодня молиться вместе с ним. Пусть придет Твое Слово, пусть придет Твое Слово, пусть придет Твое Слово в его дом, пусть придет Твое Слово в его жизнь, пусть придет Твое Слово в его сердце, пусть придет Твое Слово в его глаза, в его слух, в его разум, во имя Иисуса Христа, и Слово Твое поднимет болящего, потому что неправедностью своею, как но через имя того кто умер и воскрес которого мы зовем иисус христос слава тебе отец слава давайте еще одну минуту просто по поклоняемся господу кита лериса колорай видара колораса колорами да 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 сэй шей реки таллеры видара катараса отец 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 мы нуждаемся в тебе мы благодарим тебя за слово твое мы благодарим тебя за то что ты все еще открыт как написано что вы возрожденные не от тленного семени но от нетленного от слова божия живого и пребывающего вовек господи пусть семя слова твоего пусть этот потенциал творения это сила всего тварного она сегодня станет частью моей плоти моего тела чтобы через церковь твою изменить это общество приготовить эту землю к твоему пришествию благовествовать евангелие до края земли посвящать свою жизнь чтобы быть светом быть твоей любовью на этой земле быть твоим милосердием быть твоей благостью быть твоей жаждой чтобы никто не погиб но все были спасены благодарим 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 тебя сейчас божье слово как дождь сходит то нет откровение приходит просто какое-то понимание открывается просто какая-то мысль озаряет сейчас тебя прими божье слово свою плоти сделай его частью своей жизни и ты увидишь великую силу сотворение через веру в иисуса христа твоя жизнь никогда не будет прежде она навсегда изменится благодарим тебя господи любим тебя отец через сына твоего иисуса христа и благодарим тебя за дух святой ты один спасибо церковь что мы вместе можем быть и служить одному господу у нас один бог одна вера одно крещение что мы тебя как я ничем не буду Ты покоишь меня на сладких пажицах, полном тихий водишь меня, Господь. Господь, Ты пастор мой, я ничем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на сладких пажицах, водом тихим водишь меня, Господь. Господь, Ты пастор мой, я ничем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на сладких пажицах, водом тихий водишь меня, я ничем не буду von Аллилуйя, ты пошёл мой берег. где бы я не шел, не убоюсь я зла, где бы я не шел, ты всегда со мной, где бы я не шел, не убоюсь я зла, твой жезл и твой посох успокоят меня, где бы я не шел, не убоюсь я зла, где бы я не шел, ты всегда со мной, где бы я не шел, не убоюсь я зла, твой жезл и твой посох успокоят меня, Господь, мы благодарим Тебя, за Твое Слово, которое меняет нашу жизнь. Твое Слово, не убоюсь я зла, не убоюсь я зла,